привет всем вышивальщикам которые заглянули на мой канал меня зовут Олеся и в этом видео я покажу какой у меня прогресс на вышивках за эту неделю сначала я постараюсь сделать несколько включений а потом в итоге посмотрим что у меня получилось начинаю я свой доклад с ученого в библиотеке разработкой ст эту работу я вышиваю на 16 каунте нитками dmc и на данный момент у меня закончилась полностью вот эта вот область я вышиваю областями 20 клеточек на 50 иногда заходя за пределы области если у меня нитка немножко продолжается соседнюю область но стараюсь это делать по минимуму то есть если максимум 5 клеточек у меня продолжается или ниточка уже заканчивается тогда я ухожу за область поэтому вы можете видеть что здесь уже чуть-чуть выше но по факту основная область у меня все-таки здесь распределяется так что я сегодня постараюсь повышевать и надеюсь что вот эта область сегодня закроется 10 не так много цветов осталось поэтому сейчас на данный момент ненадолго отключаюсь и вам покажу что у меня получилось ну вот я щиток повышевала и у меня уже прорисовывается глобус африка полностью закончилась точнее я ее уже вышла и у меня здесь атлантический океан моря разные и евразии уже где-то тут начинается так что глобус уже на три четверти готов достаточно легкий участок здесь был нравится мне как получается очень реалистично симпатично красиво с полосочками все как должно быть на настоящем глобусе поэтому здесь я буду продолжать а сейчас давайте с вами посмотрим на мою другую работу а это у меня поднебесный замок от чеширского кота здесь у меня уже чуть больше 50 процентов и я заканчиваю этот ряд здесь мы можем с вами быть спокойны как я не выполняла планы так и не продолжаю их не выполнять я бы хотела уже давно закончить эту область и честно верю что закончу в этом видео но концу видео мы с вами узнаем все ли так ужасно и действительно ли я буду выполнять все планы которые себе поставила тут в общем то остался небольшой участок где-то примерно на 3000 стежков и он совершенно несложный так что вполне вполне может случиться чудо и я его тоже закончу так что я приступаю и завтра посмотрим будет ли здесь хоть какой-то прогресс девчонки горда собой до невозможности я умею не только планы строить но иногда еще даже их выполнять так что вполне возможно что за ближайшее время я закончу эту область и полностью вам покажу что получилось и даже разверну эту работу и обратно ее заверну ну вообще у меня столько идей на это лето по контенту по видео так что даже не представляю когда я все это вышивать будут то что запланировала и не только на сегодня но и на ближайшее время поэтому я решила что надо бы ускоряться и вышивать просто то что я вышивала раньше за три часа вышивать примерно за пять минут чтобы на все время не хватило поэтому вывод номер один если вы видите у меня на канале какие-то странные видео это все еще я просто меня очень много так что если вам только интересна вышивка обращайте внимание на вот такое подчеркивание внизу такую ленточку оранжевую заставки под видео если оранжевая значит это про вышивку и второй вывод надо бы выпустить серию видео про то как быстрее вышивать так сказать замотивировать не только себя но и окружающих делать что-то кроме того чтобы сидеть дома и вышивать любые комментарии на эту тему про скорость вышивки про улучшение процесса все что и приходит голову пишите в комментарии буду рада и положительным и отрицательным так как я сейчас понимаю что какие-то советы будут явно для новичков некоторые может быть даже интересно для тех кто вышивают уже не первый год какие-то советы будут исключительно с моей перспективы в общем-то я бы сказал что все они будут с моей перспективы так что неудивительно потому что довещают и я и вполне возможно что многим они не подойдут поэтому очень очень интересно будет почитать конечно комментарии когда это видео начнут выпускаться я надеюсь что начинаю чуть ли не на следующей неделе уже пойдут первые но сейчас по видео план такой раз неделю точно будет по вышивке раз в неделю раз где что-то такое интересненькое и совсем по прогрессу ну и все что остальное там может быть раз в неделю про огород и раз в неделю что-то про жизнь куда-то поехала покажу что-то приготовила покажу в общем жизнь ключом бьет и я купила второе шило чтобы было веселее сидеть на месте а то как-то одного шила маловато так что я продолжаю вышивать скоро увидимся надеюсь а вообще я думаю что это должно быть самым главным первым и чуть ли не единственным правилам моего канала по поводу скорости вышивки что мне помогает вышивать берет быстрее девчонки я уже показывала покажу еще раз итак первое правило скоростной вышивки берем шила берем стул одно важное правило стул берем на котором удобно вышивать и приятно сидеть соединяем эти две вещи нет нет не так так не сработает вот это другое дело так точно получится для закрепления результата берем второе шило и размещаем его на вторую половинку садимся на стул и обещаем себе не вставать пока не вышьем тысячу крестиков мне кажется я сейчас поставлю рекорд по скорости давайте проверим наверное именно поэтому иногда я вышиваю стоя ну ладно ладно это шутка настоящие видео будут без шуток или если и со шутками то хотя я честно обещаю подойти к этому вопросу чуть более серьезно и правда рассказать все что мне пришло в голову и даже сделать это структурировано так что посмотрим подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и как там было летим со мной птичка там много вкусного всегда это сказать так что нельзя было упустить такую возможность ладно пойду все таки пушеваю а то что-то у меня слишком хорошее настроение пора чуток посидеть вот меня вчера торгнуло так что меня даже заряда хватило не только аристократа повышевать но и здесь закончить область так что давайте с вами посмотрим что у меня здесь получается такой большой розовый шарик который освещает лесенку появился какие-то мне кажется то ли горы то ли еще какие-то здания на заднем плане проявились и уже здесь часть моста доделывается белка мне в комментариях говорили что это дракон но давайте сравним вот эту белку дракона с вот этой белкой драконом вывод белка это просто недорожший дракон так что у меня здесь уже полностью один дракон второй куда-то уже пошел по делам по своим и и драгоценные камни вот один камушек вот другой камушек и вот третий камушек так что давайте с вами посмотрим какой получается весь ряд ого уже получается сама на самом деле красота раньше-то и как-то и незаметно было а теперь у меня уже есть элвис курица башенка угол в одном ряду уже столько это же вообще люблю вышивать тысячники лестница одна белка который дракон другой дракон который еще не дороже белка это то что осталось от предыдущей белки которая выросла много шариков зеленых красивых между прочим нравится очень как они освещают эту лесенку какая-то какое-то здание в тумане еще одно здание в тумане кстати говоря но очень даже не маленькая я думала тут такая маленькая башенка как самого низ ведет просто его не сильно видно было еще один дракон драгоценные камни тут на самом деле намного больше чем 3 просто не маленькие вот здесь вот несколько штучек что меня здесь и шарик мы шарик уже с вами обсудили так что предлагаю сейчас это раскрутить и посмотреть как у меня получается заодно посмотрим сколько процентов уже на этой работе выполнено ну что неплохо выглядит на мой взгляд это у меня уже 57 процентов и как мы видим осталось только треть сложная а две трети небо так что должно быстро пройти и можно будет уже наконец-то стирать гладить и вешать на стенку во какая большая получается здорово не ну я горда собой меня неделя просто супер продуктивная все что не запланировала все выполнила вывод надо пойти запланировать что-нибудь финишировать вдруг еще успею такое окно возможности случается не каждый день надо срочно этим пользоваться ну что ж друзья финише наверное все таки оставим до следующего видео а на сегодня пожалуй стоит уже заканчивать я планирую вышивальные видео выпускать один два раза в неделю один раз в неделю как обычно прогресс на многоцветках и может быть второй раз если будет получаться какие-то интересные коротенькие видео буду создавать свою базу знаний когда я что-то забуду открою и вспомню так что вам отличной недели я думаю мы скоро с вами увидимся пока